Как выглядят ближайшие к нам планеты? Существует ли внеземная форма жизни? Долгое время эти два вопроса будоражили лучшие умы человечества. Люди веками строили догадки и теории, пока научно-технический прогресс 20 века не позволил ученым притворить в жизнь один из самых грандиозных проектов по исследованию космоса. 5 сентября 1977 года произошел запуск автоматической межпланетной станции Voyager 1. За 16 дней до этого, 20 августа 1977 года, стартовал Voyager 2. Так началось грандиозное путешествие в неизведанные глубины Вселенной, продолжающиеся вот уже 42 года. За этот продолжительный период Voyager успели сделать детальные снимки Юпитера и Сатурна, а также их спутников. Благодаря проекту Voyager был детально изучен Уран и открыто 11 его новых лун. Именно снимки, сделанные Voyager 2, позволили ученым разглядеть один из самых противоречивых объектов Солнечной системы – спутник Урана, Миранду, о котором я рассказывал совсем недавно. Впервые о Большом космическом путешествии заговорили в 1966 году. Тогда еще студент Гэри Флендера опубликовал работу, в которой говорилось о том, что в конце 70-х орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна сблизятся. Прогнозы оказались точными. 10 марта 1982 года произошел полный парад планет. Восемь планет Солнечной системы и Плутон выстроились по одну сторону от Солнца с углом 95 градусов. Сближение планет-гигантов дало возможность использовать гравитационные маневры для полета двух аппаратов по траекториям Юпитер-Сатурн-Плутон и Юпитер-Уран-Нептун. В ходе подготовки программы были рассмотрены 10 тысяч возможных траекторий, прежде чем две из них утвердили окончательно. Помимо исследований дальних объектов Солнечной системы, Voyager сделали множество фотографий нашей родной планеты. В том числе один из самых знаменитых снимков Земли, сделан из рекордного расстояния – почти 6 миллиардов километров. Идея этого снимка, а также его название «Бледно-голубая точка» принадлежит известному астрофизику 20 века и выдающемуся популяризатору науки Карлу Сагану. Ученые также не исключали возможность встречи Voyager с представителями внеземной цивилизации. Поэтому к борту каждого аппарата прикреплена золотая пластинка, содержащая приветствия на 55 языках мира, включая русский. Важнейшие научные данные – виды Земли и положение Солнечной системы относительно 14 пульсаров. Музыка занимает особое место в послании к инопланетянам. На пластинках записаны классические произведения Баха, Моцарта и Бетховена, джазовые композиции Луи Армстронга и Чака Берри и музыка разных народов мира. На обратной стороне расположена инструкция о том, как получить доступ к этим данным. Однако давайте не будем оглядываться назад, а заглянем в будущее проекта Voyager. Где сейчас находятся аппараты и что ждет этих вечно одиноких космических странников? Основная миссия Voyager – исследование дальних планет Солнечной системы – давно завершена. Сейчас главная цель обоих аппаратов – изучение переходных областей между Солнечной и межзвездной плазмой. Скорости Voyager составляют 17,07 км в секунду и 15,64 км в секунду соответственно. На момент публикации этого видео расстояние между Землей и Voyager 1 составляет примерно 21,7 миллиардов километров. Вояджер 2 удален от нас на 17,9 миллиардов километров. Миссии аппаратов различаются траекторией полета. Вояджер 1 посетил только Юпитер и Сатурн, тогда как Вояджер 2 не ограничился только этими двумя планетами, также пролетев мимо Урана и Нептуна. Именно поэтому Вояджер 2 никогда не догонит своего собрата. В 2012 году Вояджер 1 вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство. Он движется по гиперболической траектории, то есть Вояджер 1 не вернется в Солнечную систему из-за действия ее гравитации. Его близнец преодолел гелиопаузу только в ноябре 2018 года. Выход из гелиосферы вовсе не означает выход из Солнечной системы. Для этого нужно достичь внешнего края облака Оорта, гипотетическую область Солнечной системы, место рождения ледяных комет. Только там сила притяжения нашей звезды станет пренебрежимо мала. Вояджеры получают энергию от Плутония-238, которая питает их радиоизотопные термоэлектрические генераторы. За 42 года полета мощность аппаратов снизилась до 55% и составляет 249 Вт от изначальных 470. Это не позволяет полноценно задействовать научное оборудование зондов. На данный момент из 10 приборов работают только 5. Детектор космических лучей, детектор заряженных частиц низкой энергии, магнитометр, приемник плазменных волн и детектор плазмы. Сейчас члены миссии «Вояджер» борются за живучесть аппаратов. По предварительным оценкам, минимально необходимое для исследований электроснабжение будет поддерживаться до 2025 года. За это время ученые надеются подробнее исследовать межзвездное пространство, в частности, структуру гелиопаузы. В дальнейшем эти данные можно будет использовать для планирования миссии к ближайшей для нас звездной системе — Альфа-Центавра. Приблизительно к 2030 году зонды перейдут в режим радиомаяков, а в 2036 году передадут на Землю последний сигнал. Таким образом, срок жизни «Вояджеров» составит приблизительно 59 лет. Согласитесь, довольно солидный возраст для космического путешествия. Примерно через 300 лет «Вояджер-2» достигнет внутреннего края облака Оорта. И только через 30 тысяч лет окончательно его покинет. По данным орбитального телескопа «Хаббл», на то, чтобы пересечь межзвездное газовое облако, в котором дрейфует Солнечная система, у «Вояджера-2» уйдет около 2000 лет. Чтобы попасть в другие межзвездные облака, аппарату потребуется порядка 90 тысяч лет. Предполагается, что останки «Вояджеров» долетят и до звезд. Примерно через 40 тысяч лет «Вояджер-1» должен пролететь на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе-445, расположенной в созвездии Жирафа. В это же время его близнец приблизится на 1,7 световых лет к звезде Рос-248, находящейся в созвездии Андромеды. Через 296 тысяч лет «Вояджер-2» разойдется с Сириусом на расстоянии 4,3 светового года. Маловероятно, что рядом с Рос-248 или Глизе-445 существуют обитаемые планеты. Обе звезды являются красными карликами, и масса каждой из них едва достигает половины массы Солнца. Рос-248 примечательно тем, что является вспыхивающей звездой, то есть спонтанно увеличивающей свою яркость. Примерно в то время, когда «Вояджер-2» максимально приблизится к ней, Рос-248 станет на короткое время ближайшей к Солнцу звездой, вместо Проксимы Центавра. «Вояджеры» навсегда останутся одинокими странниками во Вселенной. Они не смогут покинуть Млечный Путь и обречены блуждать по нашей галактике. За свое путешествие «Вояджера» пережили десятки неисправностей. Но, несмотря на это, они все еще продолжают работать, передавая на Землю важные научные данные. Изначально предполагаемый пятилетний срок службы затянулся вот уже на 40 лет. На мой взгляд, проект «Вояджер» — самая успешная затея в истории исследования космоса. Данные, полученные в ходе миссии, изменили представление человечества о Солнечной системе. Невозможно предсказать, прочтет ли какая-нибудь иноземная цивилизация послание на золотых пластинках «Вояджеров». Поскольку наша Солнечная система движется вокруг центра галактики в 15 раз быстрее «Вояджеров», то, возможно, через сотни миллионов лет наше светило снова пересечется с останками аппаратов. Может быть, что послание для инопланетян в конечном итоге станет далеким приветом из прошлого для будущих представителей человечества. Пишите в комментариях, о каких грандиозных космических программах вы еще хотели бы узнать. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И не забывайте подписываться на канал. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!